ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА 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 Он был последовательным, и главное, что он был созидателем. Он был неразрушителем, как многие его представляют или пытаются представить, как человек, который пробивал стены головой, боролся с режимом или еще чем-то. Он боролся, безусловно, но не против чего-то, а во имя чего-то. Он был созидателем. Я в себе это тоже чувствую. Не в такой степени превосходной, как у него. В общем, я созидательно положительно настроенный человек. Я думаю, что это от него. Хотя, в общем, черта достаточно распространена. Здесь вопрос в степени. Наверное, нельзя сказать о том, что он совсем никак не оказал влияния на вашу судьбу, в частности, на выбор вашей профессии. Ваш старший брат Аркадий закончил в ДИК. Вы закончили школу-студию МХАТ. Это все случилось после отцовской смерти. Я вас уверяю, не я. Я думаю, что и мой брат. Мы бы вот такой дорогой творческой не пошли. Будет жив отец. И как раз я мечтал, скажем, об актерской профессии. У меня ведь и мама, она актриса. Вот. И как-то вот мы были знакомы с актерами, там ходили в театр. И хотелось. Но я думаю, будь жив отец, я бы не пошел в артиста. Я даже не могу этого толком объяснить. Но я убежден, что было бы так. И Аркаша бы тоже, он занимался бы чем-то другим. Почему? Ну, вот я много раз пытался к этому как бы вернуться. Но вот просто вот при жизни. Отец умер. Мне было 16 лет. Я артистом решил стать, ну, наверное, там лет с 8. Ну, вот как только вот начал думать, что когда-то я стану там большим. Так это все-таки гены? Вот. Нет, я хотел. Это прекрасная профессия, это очень интересно. Я повторяю, мы знали очень многих людей этой профессии. Они нам нравились, они нам были интересны. Вот. Но у меня был не за долга до смерти с отцом разговор. Я как-то вот спросил так в полушутку, в полусерьез, что вот ты будешь делать, когда вот уже скоро совсем школу закончишь. И я говорю, я не знаю. И он так в шутку меня спросил, что он говорит, а в артиста не хочешь? И я ему честно соврал. Я ему сказал, нет, не хочу. Он даже как-то так удивился, немного расстроился. Он говорит, почему, говорит, прекрасная профессия, что ты так от нее отказываешься. Вот. Нет, не пошел по прием. Объяснить не могу, не знаю. Ну, а как сейчас складывается ваша творческая судьба как артиста? Ну, сейчас я уже пять лет скоро как руководитель такого государственно-культурного центра музея Высоцкого. И я вот директорствую там. То есть это, в общем, совсем не актерская должность, поверьте мне. Вот. Это связано там вот с финансами, с администрированием, там, со стройкой, которая вот идет там. Вот такая... Ну, я чиновник. Вот. Поэтому то, что я делаю сейчас, это так... Это назвать, что я профессионально занимаюсь актерской работой нельзя. Ну, вот у меня была премьера в начале этого года. Фауста я сыграл в Театре Луны у Проханова. Есть такой маленький театр в Москве. И вот сейчас я еще репетирую как режиссер в «Современнике». Спектакль называется «Еще раз о голом короле». Спектакль делает как постановщик Ефремов Михаил. А я режиссер, ну, как бы, занимаюсь артистами в этом спектакле. Вот. Это мы делаем к 45-летию театра «Современник». Вот. Ну, планов много, но их очень сложно совмещать вот с этой работой, которую я занимаюсь. Насколько я знаю, с Михаилом Ефремовым у вас уже достаточно давние творческие контакты. В частности, в студии «Современник-2». А можно несколько слов о том, какова все-таки судьба этой студии «Современник-2»? Ну, она, как бы, приказала долго жить. Эта студия уже довольно давно. И я в ней проработал три года. Потом у меня была своя группа. Ну, мы были молодыми. Мы не очень... Не очень ценили то, что жизнь нам дала. Потому что, конечно, потрясающие были условия. Прекрасные сцены «Современник-2», прекрасные возможности и технические, и финансовые, какие угодно. Мы могли не думать о том, о чем думает любая студия. Нам Галина Борисовна, в общем, дала возможность сделать все, что угодно. Нас никто не контролировал, когда мы туда пришли. Ну, мало ценили, слишком хорошо и много о себе понимали. Вот. Не сумели уберечь. И, в общем, она распалась, эта студия. И от нее ничего не осталось. Мы уже с вами сегодня начали говорить о музее. Но, действительно, эта тема огромная. И я все-таки сейчас к ней хочу перейти. Находится в музее Нижний Таганский тупик, дом 11. Дом 3. Дом 3. Нижний Таганский тупик, дом 3. И, насколько я знаю, вот у художника Михаила Златковского была такая идея о создании некой среды абсурда вокруг этого музея. Вот. Воплотилось ли это, воплощается. И вообще, вот ваше отношение к этой идее. Вы знаете, я хорошо отношусь к Златковскому. Я считаю, что ее иллюстрации, которые он делал к отцовским песням, очень хорошие, очень интересные. Я считаю, что музей формируется. И какой он будет, я могу сказать только в общих чертах. И, наверное, вот он будет таким, каким мы будем его делать. Он создается, я повторяю. Но в первую голову нужно для того, чтобы уже вокруг чего-то, какую-то среду создавать, абсурда или еще какую-нибудь, нужно это что-то создать. Вот это здание, когда я туда пришел пять лет назад, было изношено на 80%. Что значит изношено на 80%? Все, значит, гнилые перекрытия. Это значит отсутствие отопления, там, нормального электричества, падающие стены, там, текущие крыши. Вот что такое, вот что было в музее пять лет назад. Вот я в течение пяти лет занимаюсь тем, что я пытаюсь привести это в порядок. То есть, ну, не пытаюсь, а привожу, так скажу нескромно. Сейчас там есть театральный зал на 140 мест. Сейчас там есть хорошее пространство выставочное. Сейчас мы один из самых посещаемых музеев в Москве. У нас очень хороший издательский отдел, у нас очень приличная библиотека, у нас большие фонды и так дальше. Вот, но вначале нужно достроить, как минимум должно быть место. Вот это место, оно, я думаю, будет готово, ну, я не знаю, через год, через два. Хотя, вот я повторяю, занимаюсь этим уже пять лет. Это очень сложно и долго. А каково финансовое положение музея? Поступают ли пожертвования? Вы знаете, такой вопрос, время сложное, и людей упрекать в том, что, как бы, не несут они не только на музей Высоцкого, там, но на какие-то еще там хорошие дела. Это сложно, но, да, есть люди, которые помогают, есть отцовские друзья, которые помогают. Иногда это бывает просто, знаете, удивительно. Мы делали один очень сложный проект, связанный со звукозаписью, и люди, которые обещали это проплатить, отказались в последний момент. А работа была уже сделана. И надо было или останавливать работу, вот, или вот что-то делать. И вдруг, совершенно неожиданно, человек пришел, положил очень много денег мне на стол, ничего не сказал про то, кто он, а что он, но положил ту сумму, которую надо было внести на записывающую студию. Вот, это делал музей и фонд Высоцкого к 20-летию пластинки, музыкальные программы. Актеры поют Высоцкого и барды поют Высоцкого. И вот, как бы, он вот эту брешь, пришел человек, я ему даже так, я не помню, если, по-моему, сказал спасибо. Но я даже вот так вот не успел сделать, и он ушел. Вот. Иногда бывает так, иногда бывает, что нет. Вот. Нет, многие помогают, кто чем может. Там у отца были друзья, которые до сих пор, в общем, в память о нем многое делают для музея. Скажем, Туманов Вадим, там, я не знаю, Говорухин, Станислав Сергеевич, Золотухин. Там есть люди, которые этому делу помогают, в мере своих возможностей. А вот, на ваш взгляд, что сейчас происходит вообще с наследием Высоцкого, с памятью Владимира Семеновича, вот помимо музея? Ну, мне сложно говорить, я внутри нахожусь. Я не могу этого оценивать со стороны. Мне кажется, что, ну, он, кроме того, что он человек очень популярный был при жизни, его трудно сравнивать, ну, скажем, я не хочу называть фамилии, ну, так скажем, с поп-звездами. Хотя, безусловно, он был, ну, один из самых популярных, если не самые популярные, там, ну, можно назвать, что вот Высоцкий, там, поп-звезда. Можно так сказать, да? Вот. Поэтому, и эта популярность, конечно, ее, вот, скажем, современные, вот, поп-звезды, они, конечно, ее забирают. Они более популярны, скажем, чем сейчас Высоцкий. Вот, но кроме того, что вот он был популярным, важно то, что он делал, он был большим русским поэтом. А это, оно никуда не денется, его потихонечку начинают уже там проходить в школах. Я думаю, что это процесс, как бы он потихонечку занимает такое место, ну, если хотите, классика, что ли. А сколько в Подмосковье вы могли бы насчитать вот памятных мест Высоцкого? Ну, вы знаете, мне сложно сказать, памятные места там, где помнят. Вот. Он был очень во многих местах в Подмосковье и выступал, и, скажем, там, я не знаю, бывал в гостях, дружил там. И другой вопрос, где это люди помнят, где для них это важно. Ну, вот я был здесь несколько месяцев назад, ну, так, несколько уже, скоро год, когда здесь спустя 20 лет открылась доска, посвященная тому, что в вашем ДК он выступал, это был его последний концерт в жизни, да, вот, для людей, которые это сделали, это важно. Вот это памятное место в Подмосковье, ну, да, памятное. Вот. А, скажем, в другом месте, скажем, этого не сделали. А тоже помнят. Для него концерты, это были своего рода публикацией, ведь его не печатали. То есть, ну, как, вот, в этом смысле он отличался от большинства вот тех фамилий, вот, великих русских поэтов, да, которые я сегодня называл. Он не увидел ни одной строчки напечатанной, фактически. Своей жизни. Да. Вот. А как, ну, и это был момент вот такой публикации своих стихов. Он как их выносил, он знал, что потом их перепишут, их будут слушать. Он очень серьезно относился к этим концертам. Это не столько были, как бы, ну, вот, как сейчас говорят, чёсы. Хотя, да, это был заработок денег, безусловно, для него, но это было еще вот, ну, и этим важно. То есть, ему важно было опубликоваться, что ли, таким образом. А он вообще часто концертировал в Подмосковье? Достаточно часто, насколько я знаю. Но, во-первых, это проще было, то есть, не надо было никуда лететь. Он мог это совмещать с работой в театре, с жизнью в Москве, там, с съемками в Москве и так далее. Вот. Но у него были и туры, он выезжал, и он работал. У него были гастроли из-за границы, скажем, вот у него в Америке были в 79-м году. Там очень большие гастроли, много городов. Вот. А здесь просто было проще. А потом, ну, как вам сказать, ведь откуда взялись эти концерты? Это их, не то, что их придумывал кто-то. Это была форма. С одной стороны, люди хотели видеть, слышать, и не только Высоцкого, а многих людей. Вот. Были вот такие площадки. И люди хотели, чтобы туда кто-то приезжал, и там были люди, которые вот называли артистов. А с другой стороны, у артистов, которые мой отец получал в Таганском театре, будучи, как вот я сказал, поп-звездой, 140 рублей. Вот. И не имел звания. Вот. И это складывалось. Актеры, да, они ездили. А как? Семьи надо было кормить, надо было самим чего-то кушать. В разных городах бывал. В Подмосковье, я не знаю, и выступал, и вот, и там, и я знаю, в Жуковском. И вот я сказал про Дубну. Он объездил в Подмосковье, ну, то, что называется, ну, вот все вот большие, маломальские вот такие вот ДК, я думаю, так или иначе его помнят. Не обязательно с сольными концертами. Очень часто выезжал в театр на Таганке группой артистов, ну, скажем, там, вот Смехов, Золотухин, Высоцкий, там, Медведев. Вот они выезжали и работали. Вот. Они выезжали с выездными спектаклями, потому что у них спектакли были такие, которые, в общем, можно было достаточно легко поставить. На, ну, они не нуждались, там, чтобы вот круг крутился, там, и так дальше. То есть достаточно легко они устанавливались. Они выезжали со спектаклями тоже. Они, у них была такая форма творческие встречи, когда, там, перед работниками какими-нибудь отчитывался коллектив Московского театра. Так что я думаю, он очень много где был, не думаю, я знаю, был очень много в каких местах Москвы. Если вы меня подводите к тому, любил ли он Королев, я бы с удовольствием вам сказал да, потому что мне здесь у вас очень нравится. Но он мне лично этого не говорил. Владимир Семенович Высоцкий, вот сейчас уже по прошествии стольких лет после его смерти, для вас он больше всего кто? Поэт, художник, композитор, артист или просто отец? Ну, вы знаете, тоже, может быть, я банально так и отвечу, для меня, как и для многих-многих вот людей, близких к отцу или людей, которые были близки к другим вот каким-то знаменитым людям, да, существует как бы два человека. Вот для меня существует два Высоцких, один это тот, которого я знал, вот тот, который, вот вы говорите, кто он там, отец, да, он отец, вот я вот с него там тряс джинсы, когда он ехал там куда-нибудь за границу или там жвачку, вот мне нужно было очень. Вот индейцы тогда были очень нужны, понимаете, вот резиновые такие, пластиковые, а здесь их не было, вот, я у него мог там, я не знаю, денег попросить, когда там постарше был, вот, он меня куда-то водил там в цирк, в театр, там, я не знаю, в парк Горького, это одно. Ну, так джинсы-то привозил? Привозил, вот, это один человек, это он, и он, как бы он мой, я про него, вот был бы писателем, наверное, сумел бы написать и писать, но вот это осталось во мне, как, наверное, у любого человека, воспоминания о его, детстве, о его родителях, да. А есть другой человек, которого, вот я, я просто помню, вот, допустим, вот я вот с ним еду в машине, еду на концерт, вот еду с ним в машине, разговариваю, вот это он, это вот папа, там, вот дай джинсы, да, вот. Мы выходим, он выходит на сцену, я сижу в зале, это уже другой человек и для меня тоже, вот когда он выходил, скажем, на сцену, вот я очень любил его в театре, и для меня вот тогда при жизни больше всего он, конечно, производил впечатление именно как актера драматические, как театральный актер. Это совершенно другой человек, вот тот человек, который пел, который знаменитый, который, вот, великий, который, вот, которого всенародная любовь, там, машину с ним поднимали, там, ну, часть я этой любви видел, но это какой-то другой человек, я его тоже помню, я тоже люблю, я, грубо говоря, тоже поклонник Высоцкого, понимаете. Вот, но это, это другое, поэтому сказать, что он для меня больше, наверное, правы те, кто говорят, что он поэт, правы те, кто говорят, что он не просто поэт, но он еще, он все вместе, он вот, если вот, вот, я как поклонник, он Владимир Высоцкий, это некое вот такое явление, да, вот. Вот, а так хоть горшком назови, только в печку не ставь, он, называйте, как хотите, вот, то, что называется, выли, яли, вот, я не искусствовед, он для меня, я очень люблю его песни, я люблю читать его стихи, хотя вот многие говорят, невозможно читать, слышишь его голос. Я читаю, я как раз вне голоса воспринимаю глазами его стихи, совершенно по-другому, чем когда я слушаю, когда он их поет. Ну, вот у меня та же проблема, я никогда не могу воспринять стихи Высоцкого вне голоса. Вот вы, вы не можете, а у меня как раз этой проблемы нет, потому что я, я могу, то есть, я, я именно вот, ну, когда я читаю с листа, я не слышу его голос, я совершенно по-другому их воспринимаю. Вот. Очень такие вопросы мне ставите, мне так сложно, но я стараюсь. Недавно вышла книга Валерия Перебозчикова «Правда смертного часа» или «Посмертная судьба». Вот, ваше отношение к этой книге, насколько все в ней правда? Ведь, насколько я помню, последняя неделя там расписана по дням, и чуть ли не последний день по часам, по-моему. Вот самое страшное, вот я считаю, да, это не неправда, вот такая ложь, знаете, а это, так скажем, полуправда, да. Вот мы жили в советские времена, и нам говорили, палестинские партизаны и израильские агрессоры. Можно так сказать, палестинцы, можно назвать, что они партизаны? Наверное, можно. А эти агрессоры, можно сказать, можно. Понимаете? Ну, это на самом деле, это не так, это не есть описание ситуации, которая там вот на, в этой стране, да, происходит. Это фикция, это не научная работа, это не художественная литература, он человек не очень одаренный. Вот, это такой способ зарабатывать денег, к этому так и надо относиться. Хорошо, а в таком случае вы сами никогда не пробовали написать что-либо подобное? Зачем? Об отце? Ведь именно, чтобы это была правда. Вы понимаете, знать правду и писать правду, две великие разницы. Писателей хороших раз-два, как бы и нет. А людей, которым, ну, вроде есть что сказать, очень много. Вообще, писать о Высоцком, говорить о Высоцком очень сложно. Вот, именно потому, что, чтобы это было интересно, чтобы это было достойно его, надо обладать талантом. Надо не придумывать, не компилировать, как это делает не только перевозчиков, уверяю Вас. Это иммукулатуры по поводу отца километры. Надо иметь талант. Надо быть не графоманом, а надо быть или действительно реальным исследователем. Вот, то есть профессиональным исследователем. Но ведь Вы же очевидец всех событий. Во-первых, далеко не всех. А во-вторых, я Вас уверяю, то, что я знаю, известно. Если когда-то настанет время и когда-то придет человек, там, ну, скажем, который захочет сделать книгу, а действительно, как бы, разобраться в последних днях отца, там, в «Правде смертного часа», уверяю Вас, информация есть. Не у перевозчиков. Она есть. Она не опубликована, потому что очень многие вещи, ну, просто не нужно публиковать, потому что люди живы и так дальше. Никакого там нету вот такого, может быть, у тебя как-то получается, что я какой-то там, в этом какой-то криминал, там, или, я не знаю, какие-то страшные тайны. Ну, просто, ну, есть, допустим, врачебная тайна, да? Ну, есть она. Ну, поэтому, как бы, вот взять и, вот, я не знаю, вот так, как он сделал, там, спросить врача, вот, что это было, понимаете, а врач пошел и сказал. Ну, это нехорошо, это неэтично просто. Вот. Есть вещи, которые, наверное, я бы просто не хотел бы, чтобы, скажем, вот сейчас люди знали. Я бы не хотел, а я их знаю. Ничего интересного. Уверяю, Вас богаче это не сделает, если я где-нибудь это расскажу, там, в вашей программе. А что происходит вот с пиратской продукцией? Это как-то отслеживается? Потому что именно на имени Владимира Семеновича делается такое количество пиратской продукции. Он один из самых, как бы, пиратствуемых, уважаемых пиратами авторов. Ну, что ж. Нет, это не отслеживается никак, кроме того, что мы в музее стараемся иметь и собираем и легальную продукцию пиратскую. То есть у нас есть практически все. Вот. Мы можем, там, выдать цифры, что один к пятнадцати. Вот. Лицензионные единицы на пятнадцать нелицензионных. Вот. И как это отслеживается? Вот таким образом это отслеживается. С этим, в общем, практически никто не борется. Вот сейчас я общался, там, с разными структурами, в том числе с управлением ЭРЭТ, управлением при МВД, управлением информационным... То есть управление МВД, одно из управлений информационной безопасности, которое в том числе занимается интеллектуальной собственностью, они стараются, что-то делают, у них проблемы, но тем не менее, кого-то там уже за руку схватили, кому-то там, значит, указали вроде. Но я думаю, что это, опять же, это проблема не одного Высоцкого, это проблема нашей страны всей. То есть государство не помогает, несмотря на замечательные лозунги по этому поводу в борьбе с пиратской продукцией? Вы знаете, я думаю, что, это очень сложный вопрос, я думаю, что государство пока просто вот эту вот часть, вот что такое вообще интеллектуальная собственность, она как бы так вот, пока нефти хватает, то и хорошо. А то, что на этом рынке денег не меньше, чем, скажем, на рынке там фальшивой водки, вот, то, что там налогов, что можно засыпать пенсионеров, там, не знаю, хорошими пенсиями, это действительно мало кого волнует. Вообще, это, в принципе, после, там, я не знаю, наркобизнеса, продажи оружия, вот, вот эта вот отрасль, то, что связанная с носителями, там, я не знаю, компьютерные программы, звук, музыка, там, шоу-бизнес, это следующее вот после перечисленного по прибыльности и по количеству денег, которые в этом деле крутятся. Ну, вот пока нам не нужно. Ну, не нужно богатые. Вот. То, что я в связи с этим беднею, как бы, ну, я на самом деле просто не богатею. Наверное, если бы, там, вот заплатили с каждого какого-нибудь носителя деньги, там, его наследник, были бы очень богатыми людьми. Но я никогда богатым человеком не был, и, честно говоря, я не чувствую, что меня обокрали. Вот. Просто у меня никогда действительно этих, в реальности этих богатств не было. Вот. Я знаю, что, например, отец очень скверно относился к тому, что вот, ну, когда вот на нем без его спроса делали деньги. Я знаю, что он со многими людьми, скажем, ссорился. Кто и... Он пел у них дома, они записывали, а потом он узнавал, что эти кассеты продаются. Вот. Или там, что торгуют его фотографиями. Он ссорился, разрывал с людьми отношения. Вот. Ну, еще пираты, пираты... Вот только вот я очень смешно был, я коротко, я не знаю, что вы там порежете, что оставить. Он говорит, соотношение один к десяти. Вот один милиционер, с которым я говорю. Ну, и на Западе один к десяти. Я ему говорю, на Западе это наоборот. На десять легальных одна нелегальная, а у нас на одну легальную десять нелегальных. А так соотношение одно и то же. Один к десяти. Он так как-то, что-то он в цифрах немножко путался, этот милиционер. Все-таки время нашей программы подходит к концу, и мне бы еще хотелось задать несколько вопросов, скажем так, по делам семейным. А почему вот вы достаточно часто появляетесь на экране, лицо ваше известно, вы узнаваемы, а Аркадий нет? Не хочет. На самом деле, ну, это, если вы имеете в виду, что я как бы известен вот именно в связи с отцом, это произошло вот в эти последние пять лет, когда я стал этим заниматься. Я раньше старался интервью там об отце не давать, и старался как бы действительно от всех этих тем уходить. Но вот коль скоро я стал директором, в каком-то смысле меня действительно семья на это делегировала, то, в общем, в связи с этим я, скажем, не отказываюсь. Вот я вам не отказал, я знал, о чем мы будем говорить, а как бы приехал. Позвонили бы вы Аркаше, думаю, что он бы отказал. Вот, сказал бы, звоните Никите. Но так вот случилось, что я этим занимаюсь. Вот, и... Не знаю, вот так вот. Так, и Аркаша действительно не очень публичный человек. Он редко появляется, что в газетах, что на телевидении. И хотя человек очень талантливый, он, скажем, недавно выиграл конкурс, безымянный такой конкурс, анонимный конкурс сценаристов всероссийских, где лучшие сценаристы наши участвовали. Вот, и он занял там первое место. И вот сейчас вроде Масленников будет этот сценарий ставить. Так что он человек талантливый и достаточно, в общем, в определенных кругах известный. А как сложилась ваша судьба? Вот несколько слов о вашей семье. Я дважды женат, у меня двое детей. Ну, дважды женатся, что женат вторым браком, как сказать. Вот сейчас я женат второй раз, да? И двое детей. Ваша жена актриса? Сыновей. Первая была актриса, вторая не актриса. Экономист. Программа наша подходит к концу. Неумолимо время заканчивается. И, наверное, самый последний вопрос. На ваш взгляд, что нужно сделать, что вообще можно сделать молодому человеку, сейчас, юноше, обдумывающему житьё, чтобы достичь, ну, не сказала бы такого уровня популярности, но такого уровня творческого, такого уровня энергетического, каким был ваш отец? Ну, вообще, может быть, и популярностью тоже. Я бы, наверное, тоже старался бы достичь. У каждого своя дорога, и у каждого свой путь, и надо слушать себя и стремиться сделать то, что, как бы, тебе предначертано отец, то, что ему было предначертано, сделал. Ну, и в этом смысле, наверное, каждый из нас мог бы быть на него похож, если бы, как бы, то, что вот нам написано на роду, да, то, к чему мы предназначены, мы бы выполняли, каждый на своём месте. Вот. Я не знаю, как стать вот таким же, как Высоцкий. Я думаю, что это невозможно. И невозможно стать, там, таким же, как я или таким же, как вы. Все мы, как, ну, все мы по-своему неповторимы. Не знаю, единственное, что вот у меня тоже дети растут. Вот. И вот я тоже думаю, вот что сделать, чтобы они были, я не знаю, ну, людьми хорошими. Вот, как бы, знать. Ну, может быть, действительно хорошие книги читать, может, хорошие песни слушать. Ваши дети слушают вашего отца? Да. Ну, как сказать, я им не навязываю, но поскольку это в доме есть, да. Вот. Я редко об этом с ними разговариваю, но я им, не то, что я им внушаю, но вот я, например, скажем, горжусь своей фамилией, горжусь тем, ну, своим отцом. И я, в общем, ну, как сказать, да, наверное, может быть, я действительно на них, ну, как сказать, своим авторитетом давлю, но они знают, что их дед, большой русский поэт, что их дед хороший человек, и что это хорошо, что они власят его фамилию. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы к нам приехали. Вы смотрели программу из цикла «Подмосковные вечера». Гостем нашей студии был Никита Владимирович Высоцкий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова